Почему на Луну тело падает с меньшей силой, чем на Землю? Как это понять? Что вообще происходит с тяготением? Откуда берутся силы? Для этого надо понимать, как вообще действует сила во Вселенной. Вот возьмем какое-нибудь тело. Где оно находится? Оно находится в пространстве, заполненном телами. Как это пространство заполнено телами? На макроуровне, если мы начнем рассматривать галактики, этот макроуровень у нас галактики распределены по Вселенной более-менее равномерно. Чем большую область мы рассматриваем, тем заполнение усредняется, становится на больших показателях более равномерным. Что это значит? Это значит, что из каждой точки Вселенной на нас, в том числе на наше обробное тело, направлены силы. И действуют они уравновешенно с разных сторон. Теперь, как это можно себе представить? Ну вот, допустим, мы взяли эти силы, изобразили в форме двух таких поролонов. И когда мы вставляем в эту Вселенную нашу заполненную силами тело, оно находится на каком-то уровне взаимодействия. То есть, есть определенные силы. Маленькое тело расталкивает во Вселенной. Маленькую область освобождает от других тел. Большое тело освобождает более крупную область. Это, в принципе, понятно, с точки зрения математики, с точки зрения сил. Но на обывательском уровне люди это не осознают. Им кажется, что, ну просто, камешек во Вселенную бросил, Вселенная его приняла. Но чтобы, допустим, в наш мир этот камешек погрузить, чтобы он оказался в нашем мире, это надо произвести очень большую работу, чтобы этот камушек растолкнул, освободил себе место в этом мире. В рамках этих глобальных Вселенских сил. Так вот, если мы возьмем, скажем, предположим, это Луна, и мы возьмем горошинку, да, такую, к Луне представили, то как будет это дело работать в нашей Вселенной? Соответственно, на эту горошинку будут определенного рода силы, да, и это взаимодействие будет на каком-то уровне. Если мы Луну нашу заменим на более крупное тело, скажем, на Землю, возьмем, да, это будет больший уровень сил, да, то нам придется произвести большую работу, да, чтобы освободить место, чтобы сжать, чтобы взаимодействие в равновесии, да, то есть всем понятно, что зеленый шар производит большую работу, да, и нам надо больше произвести действие, чтобы этот шар расположить в нашей Вселенной, да, Вселенная осталась, уровень сил остался один, да, давление одно, но в рамках этого взаимодействия на более массивное крупное тело уровень сил будет другой. Возвестие распространяется в более количественно высоких показателях, чем на маленькое тело, да, вот, маленькое, большое, чтобы большое, сжать нам надо больше приложить сил. Примерно по этому же принципу формируется разница сил при падении тела на другое тело в нашей Вселенной. Примерно так эта штука работает. И есть фантастическое представление, другие, что тела волшебным образом во Вселенной расположены, как-то на них падают другие тела. Раньше это было за счет версии Ньютона, за счет прямого притяжения, версия невозможная всю жизнь была, потому что приводила к обвалу всей Вселенной. Если все везде притягивается, то все и обваливается в одну точку или в несколько точек. Происходит лавинообразный процесс обвала всей Вселенной. Вот. Сейчас они придумали следующую версию, как будто искривляется пространство, но не могут сознаться, что конкретно у пространства искривляется, сочиняют сказку. На самом деле все гораздо проще. Вселенная работает на простом принципе. Все тела глобально расталкиваются, на макроуровне они приталкиваются, потому что вся Вселенная на макроуровне равномерно заполнена галактиками, телами и прочее. С вами был Виктор Катюшек, телеканал «Научный трибунал». Большое спасибо, большая благодарность тем, кто наш проект поддерживает. Сейчас это бустин, ссылка под роликами, потому что мы движемся вместе с вами, без вашей поддержки мы никуда не движемся. Вот. Из-за нас эти вопросы вообще на нашей планете никто решать не собирается. Все преподают, что попало, как хотят. С вами был Виктор Катюшек. Подключайтесь. Продолжение следует. Продолжение следует...